Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, я говорю всем поклонникам российского футбола! Я, Александр Кузьмак, приглашаю вас на стадион имени Ивана Чайки в маленький городок, а точнее говоря, даже, наверное, село Песчанокопское Ростовской области, где через несколько минут начнется встреча очередного 12-го тура Мелбет Первой Лиги Российского Футбола, где местный клуб Чайка принимает Калининградскую Балтику. И вы видите, какая погода непростая сейчас на юге России, ну, непростая, судя по такой дымке, которая над стадионом, похоже, то ли туман, то ли дождь собирается. Но так или иначе, замечательный, маленький, уютный, реконструированный стадион, прекрасный газон, есть публика на трибуне, клубы, смотрите, какой сильный ветер, так что задувает даже, собственно, микрофоны на стадионе. Ну и поехали. Что касается предматчевых раскладов, то можно сказать, что и та, и другая команда достаточно много забивает. И, в общем, команды играют в интересный футбол, футбол, который может понравиться зрителям. Андрей Евдокин, конечно же, выбил мяч. А вот здесь какой момент возникает, и почему же не было удара по воротам? А тут будет ли удар? Тут будет удар, но здесь, хотя бы, на месте в ближнем углу. И здесь то ли не подстроился под мяч, то тот же Апаев. Мы видим несколько единоборств таких на грани фола. Хорошая передача какая, и рикошет. Это был рикошет, но в пользу защищавшейся команды. Апаев сейчас мог побегать, передача в разрез была изумительной. Почему сегодня не играет Алекс Фернандес, я, честно вам скажу, этого не знаю. Вот, может быть, он выйдет по ходу. А вот удар по воротам, и удар очень неприятный, с отскоком от газона. И вот этот прямой удар с отскоком, вот тут Штепа мяч не зафиксировал. Удар по воротам. Очень неплохой удар. Навес, и удар по воротам, и выше ворот, и что там. Возможно, возможно, что мяч попал в руку Камиле Ибрагимову, но, опять же, оставим этот эпизод в прошлом. Ну, в общем, я был прав, но удар очень простой для вратаря. И чем это заканчивается? Длинной передачей вперед. О, какой хороший обыгрыш. А дальше? Ну, там, да, это пенальти. Да, это 100% пенальти. Судья абсолютно прав. Нарушение было, просто Ковалев долго пытался удержаться на ногах, но в конечном итоге у него не получилось. И желтая карточка, Фаралов абсолютно прав в этом эпизоде. Заслуженные пенальти. Ну, посмотрите еще раз. Вот здесь резко из-под него выбежал вперед Ковалев. Ну, и в общем и целом он мог бы падать сразу. Идеально исполненный пенальти. Виталий Лисакович выводит Балтику вперед. Пенальти был идеально. Низом в угол. Шестерку туда, то, что называется, не взять. А тут еще и угол не угадал. Штепа прямо здесь все сложилось. Было в нашем чемпионате самых разных. Передача в штрафную. Тонко. Там, может, да, там подыграл рукой Хохлачев себе. И это заметили орбиты. И удар по воротам рядом со штангой. Алекс бил. Это его второй удар, между прочим. Мяч перехвачен. И правый флаг свободен. И врывается туда Сауз. И решается сам на удар. Но удар плохой. И не сильный. И ближний угол. И мяч так еле летел. И сейчас будет очень длинным пасом выносить мяч вперед. Пытаться добить до чужой штрафной. Собственно, что и происходит. Мяч летит штрафной. Выходит Бориско. И очень легко мяч забирает. И это финал. Балтик одерживает заслуженную победу. Поздравляем команду Андрея Талалаева. Эта победа, безусловно, пришла не без труда. В общем, всесильные стороны хозяев удалось нейтрализовать. И показать себя очень неплохо в атаке.